Общаясь с Евгением Тарасовым и Максимом Фроловым, многие могли бы подумать, что эти парни – герои известных фильмов о мужественных десантниках. Практически так оно и есть. За плечами ребят солидный опыт воинской службы. На их счету десятки прыжков с парашютом и сложных, порой опасных боевых задач. И сегодня они прибыли в Белово с особой миссией – набрать парней именно для службы в войсках специального назначения. Самое главное – здоровье. Группа А1. И физически подтянутым быть. Срочная служба должна быть. Обязательно. Пятеро беловчан откликнулись на предложение. А за минувший год 80 молодых людей из Белово-Беловского района Гурьевска отправились служить по контракту. Среди городов области это довольно высокий показатель. Конечно, и преимуществ у такой службы много. Это полное вещевое, продовольственное, медицинское обеспечение, различные льготы, высокая зарплата. Возможность получить высшее образование и заработать хорошую пенсию. Основное – это, конечно, карьера, карьерный рост и квартира. На гражданке сейчас немного места, где ты можешь спокойно, на обычной трудяга заработать себе на хорошую квартиру. А тут, в принципе, у нас еще и город. Бригада недавно переехала, два года назад, в город Новосибирск. Город большой. И иметь там квартиру, даже для твоих детей, это очень будет полезно. Много перспектив, много институтов хороших. Пока беловчане, которые приняли решение служить по контракту, проходят медицинскую комиссию. Им также предстоит показать, в какой они спортивной форме. Молодые люди должны быть выносливыми и стрессоустойчивыми. Первоначально контракт заключают в основном на три года. Ну, как бы, еще по заключению контракта, есть испытательный срок, который три месяца занимает. Вот это тоже. Там проходишь что-то типа курсы выживания, могут тебя отправить на куда-нибудь выживание, там без еды, без воды. Вот, как бы, выживать. И там уже конкретно люди решают, стоит ли ему на это идти или нет. Поэтому есть и такие, кто, подписав контракт, вскоре отказывается от него, не выдержав проверки на прочность. Евгений и Максим не отказались. Говорят, свой выбор сделали раз и навсегда. И сегодня хотят дать надежду ребятам, особенно тем, у кого есть стремление кардинально поменять свою жизнь.